Все процедуры начинаются с антисептика. Кожный антисептик, спиртовой, чтобы убить все вирусы и бактерии. Сегодня процедура у нас снятия материала, то бишь коррекция, гель-лака покрытия, фрезой, кукурузка. Фрезы есть твердосплавные, а есть керамические. Для этой процедуры я выбрала керамическую фрезу, машинка. Скорость моей машинки выставлена ровно на середину. На бочок мы поворачиваем модель, оттягиваем большим пальцем боковой валик. Мышинным шагом мы проходим возле бокового валика, отступив от края, чтобы не пропилить здесь, так как материал там сходит на нет. Когда мы перемещаемся на середину ноготочка, вы уже работаете не носиком фрезы, а ее телом на всю плоскость фрезы. Не нужно делать вот такими рывками, потому что вы наделаете очень много граней. Вам нужно поставить сверху, и главное снижаться к его свободному краю. Какое должно быть давление на ноготочку? Если вы делаете, а цвет у вас не спиливается, значит вы должны добавить немножко давления. Если вы сильно надавите, вы пропилите ногтевую пластину вместе с материалом. Обязательно нам нужно освободить свободный край от материала, потому что если мы этого не сделаем, а повернем и будем заходить с периферии, мы обязательно выломаем, мы стукнемся фрезой в ноготь и выломаем ей кусочек ноготочка. Напугаемся сами, напугаем клиента, поэтому нам нужно обязательно освободить. Чтобы не пилить клиенту валик фрезой, мы должны оттягиваем средним пальчиком, мы должны освободить кончик от материала, затем захват пальца сверху на бочок, оттянули указательным пальчиком и двигаемся на себя носиком фрезы. Все, у нас остался материал наверху, мы можем его убрать на сопротивление, а можем туда, куда бегает фреза. Так вы точно никогда ничего не пропилите. Смотрим толщину ноготочка, торцевую. Она разная по толщине, здесь она тонкая, здесь толстая, значит материал с этого края нужно будет немножко стесать, чтобы он был равномерный по толщине. переходим к следующему пальчику.